друзья на часах на наших 10 25 у нас остановились часы потому что сейчас у нас час час дня у нас второй раз останавливаются часы в городе итак друзья добрый день с вами катя я вас как всегда приветствую из нашего города из кинчану термия для тех кто первый раз попал на мой основной канал я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана я являюсь журналистом но и подсюжетом как всегда будет ссылка на мой второй канал и там же будет ссылка на мой телеграм канал нехорошо это что часы остановились почему бы это ну ладно первый раз это у нас год тому назад произошло тоже по моему когда нам объявили вот этот лох и так называемый да ладно жизнь то продолжается часы стоят а жизнь продолжается надо идти мне сегодня в магазин и плюс еще муж мне такую вот такую задачу мне поставил передо мной что мне придется ему сегодня покупать сигареты поскольку у меня нет ананпаса то по идее я не могу туда войти вот табачный магазин мой муж сказал чтобы я туда пошла купила ему сигареты к большому сожалению он курит я не курю мне не пустили меня и мне не продали прямо в дверях там женщина такая она супер покемон вот и она сразу мне ананпас я говорю у меня нету и вообще это не для меня вообще я не курю это для моего мужа нет все идите к этому вот вот к этой штуки и покупайте через эту штуку а я не умею этой штукой пользоваться я сейчас куплю это будет что-то опять не то но сигареты как это делается я не знаю не буду я покупать не буду моему мужу понадобится пусть идет сам не буду друзья что-то у меня сегодня день с этими утконосами утконоса лифчикообразными покемонами обожравшимися ложечек что-то у меня все не заладился вышла я сегодня утром чтобы дойти до магазина кое-что купить и нарвалась на истеричку улица пустая между нами там я не знаю расстояние дофигища поравнялись когда с ней начала она на себя этот лифчик натягивать вот прямо у нас в исторической части города и я ей возьми конечно и скажу но вежливо так говорю извините пожалуйста у вас что сифилис это такое было это такое было я уже из города вышла она стояла и мне там в спину концерты устраивала в общем я почувствовала что день у меня чё-то сегодня томно не пройдет и ах не солгали предчувствия мне пошла в магазин и сегодня как назло обе кассирши одна вот это вот с красными волосами которые я вам показывала в предыдущем сюжете и другая блондинка обе супер покемоны обожрались всего чего только могли вот и еще хотят еще хотят вот и администратор какой-то новый сегодня был я его никогда не видела раньше значит я зашла вот у меня эта шапка труба на самом деле я ее ношу когда ветер как повязку но я ее спустила конечно же изображаю из себя ковбоя и он мне уже на входе это не то это не то значит лифчик надо лифчик наденьте потому что он не просто сказал талисман а он вот именно мне вот персонализировал сказал игра это нет ни никаким образом пошла дальше короче говоря они прибежали бежали за мной я хотела снять видео ничего мне не получилось снять видео что они клешнями так размахивали что мама не горюй вот и в результате я стояла просто молча на них смотрела я ничего не говорила просто смотрел они ну что начали что ей полицию вызывать а это бесполезно мы уже какое-то время тому назад вызывали ей это бесполезно все потому что это вот такая вот категория значит в результате тот ну там один вышел из администрации друзья поменяла место потому что ветер очень сильный дует но в общем пока вот это с синими волосами и какой-то новый администратор они побежали мне кого-то очень серьезного строгого вызывать не знаю уж кого чтобы меня естественно там наказали подошел другой администратор которого я давно знаю абсолютно нормальный адекватный мужик и он мне подтащил вот этот аксессуар голубого цвета он говорит я тебя очень прошу ты вот напяли но сделай вид что ты напялила но так это вот многие у нас вот потому что не хочется вот этих вот разборок потому что все на нервах терки у них там в формате в пределах вот этого копа невероятно идут потому что оказывается половина персонала ложечку за дедушку жрать отказывается а эти уже обожравшиеся вот поэтому у них там между собой между собой чеки возникают на игры ладно я сделаю только вот ради тебя вот ради тебя что хороший адекватный человек я на рожон на принципы не иду когда нормальный человек а вы знаете кстати у меня получилось так что у меня это второй был аксессуар голубого цвета первые мне подарил полицейский муниципальный полгода тому назад когда меня вытащили из нашего копа почему потому что тогда у них не стояли вот эти письюськи с полюциями на входе а там стоял вот такой вот метр с кепкой типа бронеты который значит всем это это дело наносил на руки и измерял вот тут норовил измерять а вот не на запястье а я отказала сказала я не буду это делать содержимое я его флакона назвала вот именно как я вам сейчас называю вот и пошла дальше тогда надет платок и вот он мне тогда вызвал муниципальную полицию валился муниципальный полицейский заставил меня оставить корзину прямо посередине зала вытащил меня на улицу вот и но он оказался нормальным парнем кстати вот принципе он со мной здоровается всегда и когда ты да тэд со мной разговаривал тоже мне тогда подарил эту хрень и своих сусек вытащил и я эту хрень я ее все время носила в кармане ни разу я ее потом так и и не напялила потому что все время ходила я в платках или один раз по моему в монтепульчано когда мы входили в один частный магазин но все время вот таким вот образом у меня это было чисто символическим да и все потом я потеряла вот а сегодня мне подарили вторую хрень вот такую вот именно голубого цвета а не лифчик что лифчик это 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 вот что касается лифчика это даже вот ни за что то есть даже об этом разговора быть не может потому что не может быть никогда вот но в итоге значит прибегает это вот с кем-то еще то есть видимо они не смогли дозвониться муниципальную полицию у кого-то она там притащила какого-то дядьку вот охранника который на меня косо смотрел и она отказалась меня сегодня вот это с синими волосами рассчитывать на кассе она сказала что это дело принципа что вот таких как я она рассчитывать не будет это с синими волосами я вам хочу напомнить что она нашей чинцей которая работает в супермаркете в кондитерском отделе она ее ну и жизни не дает до сих пор ей жизни не дает вообще какое ты имеешь право я вот это администратору потом сказал который нормальный я клиент мне кассир говорит я тебя не буду обслуживать на основании чего где такое написано он стоит молчит до год я все понимаю а она прямо лютовала вопила кричала значит я пошла до другую кассу там где блондинка такая же в точности как и синими волосами и она так меня рассчитывала значит а у меня вот так вот вот так вот это надо натянуть мне все вот это надо натянуть я говорю давайте сделаем так вы мне сейчас быстренько рассчитаете я уйду и все и вы про меня забудете на сегодняшний день до завтрашнего дня и что мне делать она администратора что мне делать ну тот вот который был нормальный а не тот который псих типа рассчитывая в общем она меня рассчитала и я знаете сделала взяла свою сумочку свою сумочку и я вот как только прямо находясь там внутри еще не выйдя на улицу эти победа у меня вот такая вот победа у меня сейчас я сняла и вот через весь зал до выхода я прошла без там все люди входили в лифчиках а я иду без и тишина мертвая сцена да как в ревизоре шена мута вышла неприятно все это ужасно неприятно смотрите дальше что вот мне мой муж сказал чтобы я пошла покупала сигареты а вот там вот эта женщина которая вот в этом магазине и мне мой муж все время говорил что у нее просто кукуха отъехала вот это из той категории у которых кукуха уехала максимально и я только подошла к ней она уже мне сразу аненпас аненпас уже издалека выскочила аненпас потому что я сигареты для моего мужа я несколько раз покупала и она всегда знала что у меня не было никогда талисмана то есть я подходила только к двери и она мне сигареты для моего мужа приносила прямо к двери тут значит я подхожу естественно и она мне видимо имеет представление кто я и что издалека я говорю нет у меня все я не имею права я не имею права я говорю понимаете что вот вы так и разоритесь в конце концов мне это не важно мне не важно потому что у меня здесь виджели у меня здесь полиция у меня налоговая полиция мне начала все перечитать это разная категория людей если вы посмотрите тот сюжет который я сняла вчера когда я пошла в бассейн помните там девчонка вот эта в бассейне которая не покемон которая без ложечек абсолютно нормальная адекватная которая думает так же как мы с вами вот и ну она мне то же самое как бы рассказала что не только по анон пассам бассейн но она это объясняет нормальным языком а тут просто у нее она бегала по стенкам я думаю даже не буду снимать потому что увидит сто процентов у меня вот эту камеру еще дополнительная начнется хрень а при всем при этом когда вот я попыталась зайти в табачный киоск на улице стояла вот это с красными волосами и нервно курила это видимо общение со мной на ней еще вот таким вот образом сказалось ну вот значит единственное она к машинке идите вот туда вот к машинке хотя я не знаю может быть эти машинки тоже требуют анон пасс я этой машинкой пользоваться не умею я подошла не знаю куда там засовывать деньги поэтому я иду без сигарет и пусть мой муж как хочет так и делает мой муж он не покемон нет не покемон но для того чтобы работать у него конечно же этот самый анон пасс есть он сейчас простыл немножко он дома у него ничего все в порядке все нормально но даже когда ты чуть-чуть все равно ты работать не можешь там пакс он себе делал там пакс там пакс у него ушел в минус но в любом случае значит правила такие поэтому он выходит погулять конечно но вот пойдет когда гулять пусть он идет туда и это дело покупает вы знаете можно конечно к этому ко всему относиться с юмором но действительно с юмором относиться уже не хочется вот то что я ощущаю сегодня я делюсь с вами вот этими ощущениями первый момент во первых я чисто по конституции могу пойти в любой магазин и так далее никто не имеет права со мной вот таким вот образом обращаться то есть именно в 30-х годах прошлого столетия в германии это все начиналось таким образом и люди люди которые подвергались вот этим сагрегациям ну да ну ладно я не посижу на лавочке в это время я посижу на другой лавочке я не пойду в магазин в это время я пойду в другое то есть начиналось с того что люди просто стали это дело проглатывать этого проглатывать нельзя ни в коем случае и в любом случае их фейсом аптейбл периодически надо вот и второй момент то что меня действительно реально пугают что народ просто вот такие вот как она из табачного киоска ну ёкараной папай ну действительно как будто она в этом киоске реально чем-то чем-то обкурилась но вы бы видели какой у неё цвет лица это пипец конечно но я взяла ей конечно перед тем как уйти я и сказала об этом вы как себя вообще ощущаете посмотрите на себя это же жуть это же жуть ну и что-то там стало мне бормотать ой вот так вот просто действительно мои беспокойства не только связанные со мной я-то в нормальном уме пребываю а у меня забота когда вот в этом году в марте месяце это потихоньку начнет уходить они-то как а нам-то с ними жить в том-то и дело если бы они где-то жили отдельно а мы отдельно тогда другой вопрос но в италии то что у многих сорвёт у них уже сорвало но они этого не понимают потому что режим им говорит что с ними всё в порядке с нами не всё в порядке но когда выяснится что всё наоборот ну вот так вот друзья спасибо большое что смотрите пишите комментарии что вы думаете по этому поводу фу у меня сегодня плохое настроение мне испортили спасибо большое что смотрите я вас очень люблю и увидимся в следующий раз здесь пёсик у нас вот такой смотрите какой у нас пёсик пёсик такой милый он очень любопытный очень-очень любопытный на задние лапки встаёт всегда и смотрит кто пришёл наша соседка она дружила с моей свекровью моего мужа знает с детства моего мужа